Сделаешь, да, к сожалению. Я думаю, что мы можем потом, у нас времени достаточно, к счастью, пока еще время есть. Я почему это говорю, потому что у Юлы постоянно колоссальное количество гостей. Когда мы приехали только, если что, уже получается два дня назад, время бежит быстро очень, на самом деле. Я приезжаю, ой, я не должен говорить, конечно, 10 человек. Да, ну чё, уровень. Он мне сказал, 10 человек, а там 15 человек, где-то 16 даже. 19, я говорю. Когда я по головам после перестал... Ребята молодые, ужас, ужас, да. И постоянно, когда приезжаю к Юре, постоянно колоссальное количество друзей. Одни, другие, байдарочники, всякие, поэты, писатели. Интересно очень. Я на секунду всего лишь это сказал, и больше... Нет, Саш, я, во-первых, денег не беру. Ну, многим нравится. Не потому что я богатый. Просто так это мои друзья. Если я буду брать деньги, они будут клиентами и отслуживающим персоналом. Да, да, да. Того-того не стоит. А так ко мне люди приезжают, проклабают мимо. У меня довольно, ну, красиво не скажу, ну, необычно. Поэтому, останавливаться можно к вам? Пожалуйста. Ну, да. Приезжают, смотрят, так вот. Становятся моими друзьями. На следующий год уже приезжают. Вот как мы с тобой сидели, да. Ну, я проходил по острову, смотрю, стоянка стоит. Пригласил в гости, да. Вот вы пришли. Как Юра, так. Ну, да, да. Вот с Сашей познакомился, надеюсь... Нормально. Мы уже годы идут. Да, надеюсь, общаться, да. Чувствуем мы, грубо говоря, ну, не по плану жизни, но у нас, по-моему, так, Бог одной поварюшке так вот подпадал. И вот поэтому, я хочу сказать, вот поэтому мы, когда вот родилась вот эта идея, вот, ну, снять, с чего я начинал, помните, да? Поэтому у меня такая, родилась такая идея, вот этот наш... Я не знаю, сколько получится еще, мы говорили об этом по времени. Родилась идея вот поговорить вот о смысле жизни вообще-то, для чего мы живем, о смысле жизни. И мало кто говорит, я считаю, что у нормальных умных людей не может быть запретных тем. И вообще у людей, которые вот так, ну, думают о жизни, не может быть никаких запретных тем. Они могут говорить на любую тему, если люди говорят нормальные, если у них добро от них исходит. Я не хочу на себя переходить сейчас. Вот. И о смысле смерти тоже, потому что это интересная тема очень. Потому что, хотим или нет, мы все равно приходим к понятиям веры и надежды, и любви. Поэтому мне интересно вот такое вот, хотел бы вам вопрос задать. Ну вот, вот Саши, наверное, сейчас начнем, например. Его подача. Мы, я примерно стараюсь по очереди сделать, чтобы у нас уравновешенно как-то это было, да. Вот, Саша, вот отношение твое к религии. Как ты относишься к религии вообще? Потому что у нас в мире много разных направлений, там, буддизм, то, как христианство, несколько ветох разных. Ну, можно говорить, во-первых, две религии, мужская и женская. Женская что-то непонятное, аморфное, темное, таинственное. А мужская это дяденька с бородой. Нет, я имею в виду к религиям, которые, ну, в общей конфессии, а к этому не веду, да. В основном это все надуманное. Одно дело Бог, а другое дело религия. Люди выдумывают, например, у человека должны быть два холодильника, в одном молоко, в другом мясо. И не дай Бог это смешивать. А я считаю, надо ни мясо, ни молоко. Эй, это не езж. Вот я сейчас вот эту рыбу ем, потому что повар великолепный. Берешь, это во рту тает. А так я и не ем. Повар от Бога, так сказать. Повар наш, а, ты, Миш, нашел поры? Да. А, нашел поры? Да, да, да. Он в кадр не попал просто. Юр, слушай, раз о тебе заговорили, у меня просьба, сходи, пожалуйста, в дом, хозяйке скажи, в общем, прямо идешь по коридору. Познакомься, кстати. Там в хлеб, да, и познакомься. В хлебнице, так, вот, пакет с сухариками, так, вот, приньти, пожалуйста. Ну, еще, что-то, 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 последнее. Я, на диму я себе заготовлю еще, пожалуйста. Ну, я знаю. Конфессия, да, мы остановились на том, что отношения к конфессиям разные. У меня вопрос такой тогда, вот, мне просто интересно. Я ведь хочу сказать, мы ведь, когда он приехал ко мне, мы с ним, почему я очень много забыл, мы с ним двое суток говорили, беспрерывно говорили двое суток, мне с ним очень интересно беседовать. С Юрой тоже, когда мы встречаемся, мы тоже очень долго, по мере возможностей, твоих, кстати, возможностей, у меня-то возможностей есть, а у тебя возможностей ограничен. А здесь есть возможность просто поговорить, потому что в данный момент ты завтра опять поедешь, потом еще неизвестно, что будет послезавтра. Я это всегда знал и понимаю это. Ну, я сегодня, он, сегодня сорвался, поехал. Да, сегодня уже ездил, да. Вот, а сейчас, по крайней мере, есть какое-то время, и мы решили вот такой, пока белую ночь еще, кстати, потому что белую ночь начинает смеркаться только где-то еще в 10 вечера примерно, поэтому свет позволяет. А вот, кстати, здесь возвращаясь, а как ты решаешь проблему света, потому что... Солнечную батарею. А, вот ты солнечную батарею уже поставил. Аккумуляторы, все. О, здорово. Аккумуляторы. И генераторы у тебя, наверное, есть? Нет, генераторы. Вот 4 генератора сжег, жег. И шумят они, да? Шумят, бензинь. У тебя экологическое получается, да, все это, да? Напряжение скачет. А мне, в принципе, что, телефон подзарядить, да, планшет, посмотрите. А у тебя большие панели, что ли, да, солнечные? Нет, 50 на 50, но мне хватит... Хватает 50 на 50? Хватает? Солнечный день. Да. Хватает, чтобы зарядить автомобильный кумулятор. Мне все время хочется с вами, ну, ладно, то, что мы на самом деле беседуем, бог с ним, я там пройду эту тему. Хорошо. Ну, что это, хочешь еще добавить? Ну, религия, она вообще во многом надуманная. О религии. Я же в монастырях, мечей этих жил, и эту, Тору изучал. Ну, и есть авторитетные Евангелия, и Дисея, как-как-как-как-как, мед, ореши, молоко, полевые травы. Чужого ничего не надо. Остальное ведет греху, боя-то сумка. Двухразовое питание и не больше одной иной. И вето по пол килограмма, все ясно. Потом находить эту тыкву с длинным стеблем, скоблить ее в воду туда и в закладу. И должна выходить как-то прозрачная вода, как-как, пенричная. А если и это злобония, это сакония, и снижавшаяся кауни за столевую, и сказано, и глисты там, и вирусы, и микробы, и полипы, и глисты. Вот к этому надо идти, потому что при людей идут больные люди, а их надо лечить. Я как-то на подъезде у себя увидел объявление, организация снимет квартиру. А это кришнаинки. Несколько монахи на меня поселились. Ну что, дело хорошее. Я в 7 утра и в 17.30 приходил на лекцию, ставил на штатив, камеру. Меня интересовала наука. То есть я понял, где группы науки на. На любой вопрос ответ. Ну они здоровые обычно не ведут. У меня эти так называемые маты, которые игрались и матерились там. Дело в том, что если женщина без любви живет, она сходится ума. Ей любовь нужна. А любовь о них, Камасутра, под запретом. Велика нам до Кришна, Муртира, на Кришна, под запретом. Голодать им нельзя. И поэтому просто больные люди. Людей засовывают в узкие рамки. Я говорю, вы ходите по улице, книги продаете. Только магазин надо сделать, чтобы никто не смеялся. А лекции хорошие. Это срок нет. Поэтому везде надо что-то хорошее увидеть. И с тех пор, я это правильно, дядя Георгий это заметил, у меня вздик на борьбе с мясом. Я хочу, чтобы весь русский народ всю планету бросил пить. Недаром академик Ландау говорил, бокал шампанского, и ты целый месяц не работаешь. Я на себе проверял, бутылочку пил и выпил, уже не то восприятие. Я книги читаю, насосил со свалок разные книги из библиотеки. У меня было по пояс забалено, и кухня была забалена спать нею. Кое-что я прочитал, а теперь беру уже 25 килограмм книг и несу в библиотеку на Бук-Крозе. Вот эти 30 томов бальзаки, это для литературы. Веду надо, мне даром не надо, эти Моэма там, бальзаки там, эти Шекспири, Диккенса, Достоевский. Уже пройденный этап, уже неинтересно. И я понял, рыба гниет по с головы, очистит хвоста. Претензии к интеллигенции, которые я принадлежу, беспомощные, неграмотные, запутавшиеся публика. Одни ей больше вреда, чем пользу. У моего знакомого нет ноги, так он на постели ходит. У другого нет руки, он белой рукой пишет. А вот если головы-то нет, это уже проблематично. Вот так вот для государства можно человека у нас запирали. Да-да. Например, Высоцкий талантливый человек, спорный. Но когда его диск прослушаешь, хочется нажраться, поблигать там в Канаде, подраться, оскорбить, жить на какой-нибудь АГА-обритатить и животом позадить. Ну, это же душа русская. Ну, а народ болеет, страдает. Это же вырождение народа человек. И это миллиард лет живет на планете. Это понятные люди были, не болели. Ни в золотом, ни в серебряном, ни в бронзовом беке. А мы просто вырожаем наш ад. Ну, мы же пришли к отказу от алкоголя. Нет, я могу себе позволить, и рунку две в хорошей компании, по хорошей закуске. Но мы пришли к отрицанию алкоголя, потому что это даже неинтересно. Так, дураком становишься. Да где он вот так пришел? Ну, мы к этому, как бы говоря, исчерпав эту чашу, допив до дна, так, последнюю каплю, и уже она не залезла, да. Мы отставили, и вопрос, наливать новый стакан или нет, уже не стоит. Так, мы не наливаем. Но сначала мы этот стакан выпили, а потом, да, потом осознали, что это не путь, не метод, не выход. Все. Ну, к этому надо прийти. Ну, через опыт, да, через опыт. Я, извините, я выносил, никогда, коли я это все планировал, так как я вроде как ведущий, получается, в нашей трещи, у меня же была еще разница, кажется, мы говорили о том, что мы почему вот встретились-то, потому что само по себе удивительно, ну, на 90 процентов, мне кажется, примерно согласны друг с другом, безусловно, есть какие-то разногласия, я просто, мне хотелось показать, что бывают разные пути, то есть мы идем к чему-то одному, но совершенно разными путями, совершенно разными путями, но идем к одному приходим, да. Вот это. Значит, вот, ну вот, о религии, вот, Мила, интересно, какое отношение к религии? Я теперь ношу крестик, я ношу крестик. Сразу говорю, вопрос очень-очень провокационный. Ну. Вот. Это самый вопрос, когда, грубо говоря, по вопросу религии и веры, так вот, каждый будет доказывать свое и не согласится с применением. Вот так вот. Да, потому что это самый сложный вопрос, так вот, ну, и в чем недостаток религии, в чем достоинство религии? Да, Саша правду сказал, так вот, религия – это прибежище, ну, слабых, неуверенных, ищущих, так, чего-то, так вот. Искать что-то в себе, легче найти Бога, так вот, так, найдя Бога, так, вот, ты, грубо говоря, перекладываешь часть, вот, своих поступков на действия Бога, так вот. И вот, например, тебе по затылку дали, так, не потому, что ты дурак, так, ты заслужил это, это Божья кара, так, вот, это все, так. Кухня, кухня. Да, тебе вот плохо, значит, тебе чем хуже тут, так. Нет, ну, религия объединяет еще народ, с одной стороны. Вот, без религии нельзя, так вот, и тот, кто ищет Бога, так вот, он должен, хоть, ему обрисовать, что такое вот Бог и как, и что это такое Бог. Вот, ну, сама религия имеет кучу недостатков. Первое, грубо говоря, вот Бог, если сравнить с Солнцем, так вот, религия – это лучик солнечный, а солнечный зайчик, так. И вот нам говорят, нет, Бог – это не Солнце, вот этот вот зайчик, вот он. Попробуем выйти из фокуса этого зайчика, ты, по крайней мере, еретик, вероотступник, и карается сразу так, инакомыслие. А если человек уже другой веры, это все, так вот, это сколько этих самых войн религиозных, сколько сейчас войн на религии, сколько, вот еще, вот, в принципе, ислам и христианство, так вот. Понятно, экономические проблемы, но затронули исламистов, так вот, христиане не понимают, что это другая вера. Не погибнуть за Аллаха, так вот, это высшее счастье, так. И в рай, да, вот, вот, вот и огребли, и кучу, это религия разъединилась. Вот, не было бы религий, не было бы такой вот. Ну, и еще один самый большой недостаток – религия формировала государство и определяла власть. Сейчас, конечно, ну, сейчас сформируют. То есть религия, в принципе, ну, это дополнительное ермо на человека. И политизирована она. Да, то есть всякая власть от Бога. Все, это постулат. Вопрос, можно задать вопрос? Только я, Григорьевич, да. Так вот, вопрос-то к вам и к тебе. Вопрос. Так как ваши представители, что же такое Бог-то-то? Или кто такой Бог? Что же это такое? Что же это такое? Опять же, отца, чтобы обойтись. А все равно, как мне с ними, если ты, 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 Бога. То есть Бог большой, а ты вот такой вот. Ну, тоже честь Бога. Но Бог может быть здесь. Но мир большой. Бог может быть в ваших общей, все это, природа вся. Листики, цветки там, ручки поля. Каждый по-своему. Надо к истокам обращаться. Так вот, люди всегда верили в Бога. И вот исторически, ну, мы не язычники, потому что многие обижаются, так вот, ну, сам термин язычество, так вот, то есть неправильно. Мне говорили, что вот древняя вера, веда и все остальное, это не язычество. То есть, вот язычники верили в Бога. За них Бог был миром, так вот, природой, так вот, воздухом. И они были частью вот этого Бога, так вот. Они не были рабами Божьими, они были сыновьями Божьими. Они были частицами Божьими. Они общались с Богом. Да, они общались с Богом напрямую, так вот, и Бог общался с ними напрямую, так. И они этим жили, и не надо было креститься слева направо, или справа налево, так вот. И это неопределенность. Вот той концепции, которой я придерживаюсь, так, ты меня и выдумал, да, есть информационное поле, есть, грубо говоря, энергетическая форма жизни. Энергетическая форма жизни. Она и есть Бог, так. Мы, энергетические формы жизни, переходя в другой мир, грубо говоря, ну, как флешку, так, вот, тело наше ходит, так, вот. А вот наша все, вот, память, сознание, так, вот, оно, как флешка идет, вот, информационное. У нее много названий, так, вот, иэносферы. Вот терминах не надо, так. И, в принципе, так, вот, что такое Бог? Бог – это вот энергетическая форма жизни. Вот, мы Ему нужны, потому что, грубо говоря, мы сенсоры. Мы Ему нужны для информации. Мы имем все. Почему Бог такой жестокий? И не скучно, если у тебя все хорошо. Нет, вот ты, он дает тебе счастье, счастье мимолетное. Ты вот сегодня захотел мороженое, ты, это счастье. Завтрак ты съел с удовольствием. Если завтрак ты сказал, ну, это не интересно. А вот, когда ты страдаешь, мучаешься, так, вот, ну, идет такой выплеск энергии, так, отрицательный положитель, идет главная выплеск энергии, так, вот, это, а он как не лампир, но как аккумулятор. Для меня Бог – это, да, он есть, так, мы часть Бога, так, и принимать его надо не религии, так, вообще, а принимать. Я, вот, для меня Бог, ладно, я знаю, что Бог, я зимой чувствую присутствие Бога, у меня много времени, да, я просто чувствую присутствие Бога. То, что, грубо говоря, мне Бог, ну, как, в мелочах, я просто чувствую, грубо говоря, таких совпадений, грубо говоря, не бывает. Мне вот что-то вот помогло, именно в этот момент, так, было я тут вот, и когда я, ну, чуть-чуть превыше своей, эти самые, начинаю быть смелым, начинаю с Ладоги, так, вот, чуть-чуть, так, вот, мне дает, я и проваливаться под лед, и переворачивался на лодки, так, и тонул, так, и, боже, это мне позанято, все, болей, ты, вот, веди себя культурно, так, что для меня Бог, я не сувереный, так, ну, тут надо, мне надо, так, я подхожу к Ладоге, я говорю, Ладоге, я не бросаю тебе руки, я не борюсь с тобой, лучше, пожалуйста, дай мне пройти, потому что мне это нужно, так, вот, и вот так. А вот, ребята, очень простой вопрос вам тоже обоим, интересно. Саша, ты себя считаешь верующим? Ну, есть верующие, а не знающие. Ну, верующие, но одно дело верить, другое дело знать. А ты себя считаешь верующим? Я не верю, я знающие, я знающие, я знающие, я знающие, я чувствую, чувствую, что Бога, не то, что Он, грубо говоря, даже помогает мне, я вот зимой, но я даю себе ответ, что, может, это шизофрения или от одиночества, я не верю в Бога, я знаю, что Он есть. Я просто знающие. А мир реально, в котором мы с вами существуем или нет? Или Он или Озарь? На половину. На половину. Даже ты физик, так, вот ты знаешь? Я не физик. Ну, как, хорошо, ладно, ты все там нас забираешься. Ты знаешь, мы, наше ухо, так, вот, принимает определенный, наш глаз определенный. То, что язык, так, вот, кажется сладким, это может быть и горьким, и кислым, просто, вот, мы видим той части спектра, которая нам все, а остальное, так, наши люди. И даже в мозгу, так, когда твой глаз, так, вот, подает сигнал мозга, мозг, так, вот, ищет, ищет аналогию, так, вот, и уже эту аналогию, то есть первое дерево, которое он увидел, у тебя в мозгу, сколько он ты после этого деревьев не увидел, мозг, так, вот, прямое, это дерево. Это дерево, потому что оно похоже на первое дерево, которое, так, ну, на половину мир. Мир реально настолько, насколько умрелся внимать. Или, или, говорит так, настолько, насколько... Да вот у меня возникает вопрос, это такое, значит, вы говорите, ну, извините, я уж вынужден, потому что вопросы возникают, исходя из того, что я слушаю, что вы говорите. Вы говорите, что Бог есть. Так вы его не верите в него, в Бога, тогда? Вы же говорите, а я не верующий. Ну, хорошо, мы верим в Бога. Вот. Что такое вера? Подожди. Вера это то, что, грубо говоря, не может подтвердиться ничем. Вот я верю потому, что это ничем не может быть подтверждено. То есть существование Бога, в принципе, или не может быть подтверждено, или может, касательно подтверждено, там, мироточащей иконой, так, с этими мощами, реинкарнавшись, так, и всё это. То есть, то есть, косвенно, косвенно можно подтвердить, что Бог любит, а в прямую тень, кто не скажет. Как, Саша, ты к этому относишься? Мы к этому мнению. Ну, мы настолько деградировали, что оно практически не показывается. Через какие-то там чудеса, люди не показывают. А действительно так, раньше чудес было больше, а сейчас чудес, как такову-то и Бог отвернулся, сказал. Ну, ты знаешь, что, когда Иисуса Христа, тоже, Таракул, спросили, покажи нам чудо, покажи, он ему что ответил? Так, ребят, я не что вам истину, а вы хотите фокусов, Таракул. Ну, да, духовность, да, и в древние времена земные женщины, где это, Богов, рожали детей. Я хотел бы строить на молодую греческую рулю, а джек, что там золотой дождь на ледо прошёл, там, джек, что любил побаловаться, земные женщины. Вопрос такой интересный тоже очень. Дело в том, что всегда и раньше считалось о том, что великий Альберт Эйнштейн неверующий. Недавно появились письма, продано письмо было, где, по сути дела, он рассуждает так, как и вы рассуждаете. Человек-то верующий оказывается. То же самое верующий, только разное представление о Боге. Разное представление о Боге, и всё, но верующий. Ну, я думаю, что это, я, в общем-то, спросил, мне интересно с вами тоже общаться. Мне, конечно, нужно вопросы задавать, но мне интересно, у меня то, о чём вы говорите, у меня тоже есть своё, свой ответ на это. Но вот пока то, что мы разговариваем, я почти на 100% с вами согласен. Хотя мы абсолютно разные, по-разному мы говорим, но я с вами согласен.